Торгово-экономическое сотрудничество с Польшей необходимо вывести на новый уровень. Об этом сегодня заявил президент на встрече с вице-премьером соседней страны. Матеуш Моровецкий в польском правительстве отвечает за развитие экономики и финансового сектора. До того, как получил министерский портфель, он возглавлял один из крупнейших банков Польши. В Минск же приехал на заседание совместной комиссии по сотрудничеству. И участники нацелены на укрепление экономических связей и создание благоприятных условий для взаимного инвестирования. Среди торговых партнеров Беларуси Польша занимает третье место. И по итогам восьми месяцев товарооборот приближается к полуторамиллиардной отметке. Александр Лукашенко уверен, что эта планка могла бы быть гораздо выше, если бы стороны отказались от ограничений в торговле. В этом вопросе, как заверил Матеуш Моровецкий, Польша готова пойти навстречу. «Наметилась определенная тенденция к установлению более тесных отношений между нашими странами. Думаю, что это не столько будет зависеть от Беларуси, сколько будет зависеть от позиций вашей страны. Вы видите наше стремление наладить добрые отношения не только со всеми соседями, но и с Западной Европой и Европейским Союзом в целом». «Господин эйцпремьер, я думаю, что вам как профессионалу нет смысла объяснять разного рода пикировки с двух сторон в сфере таможенных процедур, в сфере взаимной торговли и так далее. У каждого государства всегда на любые санкции найдется ответная мера. Думаю, что я уверен, что нам это не надо. Думаю, что и Польша в этой ситуации, когда вы находитесь под определенным эмбарго страны России, другие государства обвалились, в том числе Украина, наши соседи. И страдает экономика Польши, поэтому думаю, что нам забор городить из-за новых каких-то препятствий в сфере экономики не нужно. Мы готовы к тому, чтобы нормально развивались наши отношения, прежде всего, с очень близкой для нас страной». Новость о том, что Беларусь и Польша при обобщении Евразийский и Европейский союз готовы снизить количество торговых ограничений, позитивно восприняли деловые круги. Сегодня на форуме «Добрососедство бизнесмены» изучают инвестиционные возможности двух стран. «Добрососедство бизнесмены»